Приветствую, дорогие друзья, с вами я, Frostfire, и мы продолжаем играть в Beholder, это уже будет третий выпуск, и прежде чем мы начнём, я бы хотел кое-что сказать, своё как бы оправдание, что ли. Короче, да, в последнее время не было роликов на канале, я знаю, я знаю, не надо ничего говорить, просто сейчас пойдут хэштеги на все комментарии, Фрост, Краб, Фрост, обленился ты, ленивая задница, и так далее. Нет, это не так. Ребята, у меня в последнее время был тяжёлый момент, последнюю, наверное, неделю, может быть, я кое-как старался, конечно, стримы ещё запиливать, так, по расписанию, но, блин, понимаете, я не робот, я не могу выкладывать реально каждый день ролик, и чтобы он был очень хорошим, при том, что у меня, в принципе, нет возможности его записывать, ну, и обрабатывать, естественно. Поэтому я, конечно, мог бы что-нибудь, какой-нибудь шлак выложить, реально, вот просто, чтобы каждый день был ролик. Я, конечно, понимаю, что вы можете сказать сейчас, Но, Фрост, но ты же обещал каждый день новое видео! Да, я обещал, но я не робот. Я могу вам выложить ролик реально каждый день, но он будет полным говном, откровенно говоря. И я думаю, вы не хотите видеть ролик, как это, ролик Гуано, да, вместо... Ещё телефон в это возникает. Не надо, телефон, я без тебя справлюсь! Всё, уйди. Вы же не хотите видеть ролик Гуано на моём канале, и чтобы... Он как бы просто лежал, просто чтобы... Вот ролик. В новый день новый ролик. Нет. Ролик должен быть хороший, хорошего качества. Поэтому я не хочу выкладывать какой-то шлак, и... Просто чтобы в качестве заклёпки на канал, что вот, я выложил ролик. Что-то я повторяюсь. Ну и важно! Короче, вот вам ролик, смотрите! Сегодня играем в Beholder, а то я уже ухожу в какие-то эти... Зашквары, ладно. Сегодня играем в Beholder, продолжаем. Третий у нас эпизод будет с вами. Игра очень хорошая, мне немножко помогают в комментариях, Немножко друзья помогают с прохождением. Говорят, сейчас будет хардкор какой-то, ну или не сейчас, а вот вскоре времени в этой игре начнётся какой-то хардкор. Мне даже предложили понизить сложность, правда я не нашёл, где это делается, Потому что в начале игры не спрашивается, на какой сложности вы хотите играть. А здесь вроде я ничего такого не вижу. Ну, в настройках нету сложности игры. Поэтому хрен его знает. Ну да ладно, продолжим. Короче, так, с тобой мне не надо говорить, я с тобой уже говорил. Тут сейчас по заданиям быстренько пробежимся. Нам нужно одиночество Алозия как-то украсить. Мы нашли ему там какую-то женщину. Так, что-то у меня микрофон прям в лицо. Ну да ладно. Да, и что там, приказ из министерства выселить этого, как его, Штейн, не Штейн, я что-то не помню, как его там зовут. Уже позабывал все имена. Да, а, Шиммер, Клаус Шиммер. Вот, да, точно. Нам нужно его выселить, но, естественно, я не хочу его выселять, но хороший такой дядька. О, давайте посмотрим, что продает нынче. Вот. Поэтому мы взяли у него задание, как бы, его, вот, взять вот этот лист, как он там, ну, не обходной лист, как он, что-то забыл, как он называется, но неважно. Вот, для этого мы, конечно, нашего почетного работника архива наградили бутылкой вискаря. Он обещал нам достать бумажечку. Ммм, так, мы, кстати, должны были конфет купить. Может, вот это? А, вот, шквадная конфета. Окей, купить. Найс. Все, теперь отлично. Так, директивы правительства. Ну, это у нас было, это неинтересно. Сын вернулся на что? Так, давайте посмотрим, может быть, нам заселить нового квартиранта. О, боже, вот это звук, вот это звук. Так, ну и прежде чем кого-то заселять, естественно, нам нужно... Я не могу? Окей, давайте заселим. Джонс Папанедо, ботсман на угольной барже, возраст 40, сниму каюту на пару недель. И все, только ты доступен? Окей. Ладно. Давайте посмотрим. Нет, что нам смотреть-то? Не надо смотреть. Открывай, короче, и быстренько камеры ставь. Мне посоветовали покупать камеры второго уровня. Вот, типа, они подешевше и... Ну, больше... Ну, я не знаю. Типа, все равно нормальный угол дают обзора, скажем так. Так, подождите, это вся квартира или тут дальше что-то есть? А, вот есть. Ух ты, нихрена. Блин, уже идет. Быстрее камеру. Камеру быстрее. Блин, я не успею. Фак. Быстрее. Уи! Все, отлично. Хе-хе. Он ничего не видел. Так, давайте сразу с ним поговорим тогда. А чего вам? Эээ, познакомиться. Разрешите представиться, я Карл, управляющий этим домом. Джонс Папанедо. Боссман на угольной барже 234,87. Я сейчас готовлюсь к длительному рейсу поплывем за границу. Пока прохожу стажировку в комитете внешних дел, буду жить в вашей каземате. Кхм, в вашем, да. Что за обучение? Обязательное обучение для всех выезжающих за границу по рабочим вопросам. Проходим антипропагандистскую подготовку. Вы один? Да, я живу один. Так, отлично. Спросить про рейс за границу? Давайте. Я правильно понял, что скоро вы покинете наш дом? Да, отлично. Отчаливаю совсем скоро. Баржа готова и ждет, когда экипаж пройдет инструктаж в комитете внешних дел. Куда вы плывете? Через залив на юг и дальше. В Неольское море. Были в Шире? В Шире? Нет, это город. Это крупнейший дорогой порт-город. В нем уже пару десятилетий, установлены свободные порядки. Мы пробуем в порту пару недель, пока сгрузим уголь. Да погуляем. А там видно будет. Отлично. Все, закончил разговор, ты мне больше не интересен. Вот, давайте узнаем нашего Марка Ранека. Может быть он что-то узнал. Что тебе нужно? Нет, видимо ничего не узнал. Я кажется уже рассказывал тебе про жену. Больше мне нечего. Добавить. Ну и ладно. Нечего ему добавить. Давайте спустимся к семье уже, к своей. А то что-то это... Совсем я их давно не видел. О, да. Марта. Ой, не Марта, господи, как тебе? Анна? Да, Анна. Все правильно. Уже забываю вообще. Имена все. Ну ладно. Что, Карл? Узнать, что случилось. Вот, про конфеты. Что, ты снова чем-то недоволен? А ведь я всего лишь попросил тебя купить нашей малышке шоколадных конфет. Я даже не попросил у тебя кусочек ароматного земляничного мыла. Я купил конфет. А мыла твоего не было. О, Карл, ты купил конфет. Я за последние дни издергалась. What? Как закрою глаза, вижу, как бывшего управляющего выводят из дома эти бугаи. Сердце разрывается от мысли, что ты можешь быть на его месте. Нормально все будет. Анна, гони эти мысли прочь. Все будет хорошо со мной. Я не такой дурак. Я буду хорошо делать свою работу. А вдруг прошлый управляющий тоже так думал? Ладно, пора заняться делами. Отлично. Так, давайте спросим, что случилось вообще. Что-то случилось? Карл, Марта заболела, а у нас дома нет никаких лекарств. Ты бы мог найти аспирин для нашей девочки? О, боже. Я отстояла очередь в аптеку, но оказалось, что нужен рецепт. Конечно, я найду его. Что-то серьезное с Мартой? Да нет, только температура поднялась слегка. Но мне не нравится, как она выглядит. У меня есть аспирин, я же покупал. Что, Карл? Поговорить про здоровье Марты и аспирин. Как Марта? Карл, ты нашел аспирин? Марте стало хуже. Да, возьми. Надеюсь, у нее всего лишь простуда. Сейчас все болеют. Блин. Спасибо. Думаю, она за пару дней придет в себя. Фак. Это плохо. Ууу. Так, он что-то узнал. И что тебе нужно от почетного работника архива? Про помощь Шиммеру, про одиночество шпака, про жилу. Вот. Вот твоя бумажка. Ее там потеряли крысы эти архивные. А я нашел. Уу, отлично. Открепительный лист. Выдан на имя Клауса Шиммера. Такой листок выдает при регистрации в каждом населенном пункте. Он позволяет передвигаться по стране. Клаус, у меня для тебя отличные новости. У, здравствуйте. Поговорить про документы. Вот. Даже не верится, что вы взялись нам помогать. Какие новости? Держите ваш открепительный лист. Вы теперь свободный человек. Невероятно. У нас получилось его достать. Теперь ничто не помешает вам уехать. Боюсь, все не так радужно. Жена пыталась купить билеты на поезд, но ей не продали. Похоже, мы в черном списке. Нам нужно найти способ уехать из города. Да уехать как можно дальше. Может, даже из страны у вас нет возможности помочь. Постараюсь придумать что-нибудь. Черный список это еще не расстрельный. Не знаю, как вас благодарить. После знакомства с вами я начал верить в людей. Поговорить про шахты, про новости, узнать, что случилось. Отец, мне нужно с тобой поговорить. В чем дело? Я познакомился с девушкой и хочу пригласить ее на свидание. Через пару недель в «Огнях надежды» будет премьера спектакля. Приедут актеры из столицы. Подожди, что это за девушка? Андреа Горчик. Она красивый отец и очень умная. Она очень любит театры. Я слышал, она хотела попасть на премьеру. Это мой шанс, отец. Но мне не хватает карманных денег на билет. Сколько? 550 долларов! Ты гонишь, что ли? О, боги. Это немалые деньги. Дать деньги, отказать отложить решение. Фак. 550 баксов. А мне еще билет этому покупать? И что-то с Мартой происходит. И вообще мне предложили немножечко деньги поэкономить. Ладно, к черту бери. Театр хорошее дело, сын. Держи деньги. Спасибо, отец. Что-то как-то странно. Спасибо, отец, ты лучший. Дай 20 денег. А, доценные советы. А, пофиг, ладно. Вот тебе еще мелочные цветы. Не забудь помыться перед свиданием. В театр с грязной шеей не ходят, понял? Только маме не говори, а то она меня обольет одеколоном. Ты ее знаешь. Да уж. Билеты. Блин, фак. Помощь ему разбежать. Так, что, одиночество, Алозия? Просит познакомить его с женщиной для серьезных отношений. А, я ему еще не сказал, что ли, что мне нужно... Вышла новая директива правительства. Давайте почитаем. От 5 сентября 1984 года директива номер 6045. Запрещено носить и распространять джинсы. Нифига. Так. Алло, Зи... О, так, у меня для тебя разговор. Есть. Добрый день. Поговорить про одиночество. У вас есть какие-то предпочтения, с кем вас познакомить? С кем угодно. Я нашел вам подругу. Не томите душу, кто она? Эээ, незнакомка из объявления. Пошутил, не нашел я вам подруги, закончить разговор. Так. Не терпится познакомиться. Вот номер 237451. Она ждет вашего звонка. А я обязательно ей позвоню. Сегодня же. Только соберусь духом. Вас не затруднит найти мне шоколадку. Негоже с пустыми руками идти на свидание. О, у меня, по-моему, как раз есть. Добрый день. Поговорить про шоколадку. Вы принесли шоколад? Я купил. Замечательно, я уже готов идти на свидание. Отлично. Любовь по телефону сделана. Родина, прощай. А, окей. Так. У нас еще есть 203 часа, чтобы выселить Шиммера. Эх, блин, как мне это сделать? Билеты, билеты, билеты. Билеты. Блин, я не знаю. Реально. Мария Шиммер, вы, может быть, поможете поговорить про планы на будущее? Что планируете делать дальше? Благодаря вам с документами Клауса все в порядке. Мы так хотим уехать из этого города или даже из страны. Я мечтаю о домике на самом дальнем южном побережье. Может быть, даже мы сможем завести детей. Но уехать не так-то просто. Мне не продали билеты на поезд, но это должно быть недоразумение. Честно говоря, в соседнем городе не лучше. А тут хотя бы работа есть. Уверен, вы найдете способ уехать из города как можно дальше. Так, она ничего не знает. А что если... Так, давайте с Мартой поговорим. Поиграешь со мной? Не сейчас, Марта. Блин. Блин, она болеет. Смотрите просто. Марта, иди в кровать. Болеешь тут. Не очень хорошо. Тик. Как громко она говорит. О-о-о-о. Какое-то задание есть. А, так вот, я что придумал. Может быть, их прямо к ним на баржу погруз... Опачки, это что такое? Блин, я не понял. Вот они все оружием запаслись. А как бы, типа, я так понял, не запрещено, что ли? Блин, опять что-то у Анны. Проблемы. А-а-а. Что, Карл, узнаешь, что случилось? Карл, у Марты ухудшилось самочувствие. Аспирин не помог. Ей нужен доктор. Найди ей доктора. А ты не хочешь сводить дочь в больницу? Я уже водила ее в больницу. Сказали пить аспирин и промывать нос с хозяйственным мылом. С мылом, Карл! Как я буду ребенку нос мылом промывать? Найди для дочери нормального врача. Фак. Хе-хе. Черт. Алозий. Ну ладно, не Алозий. Получена новая корреспонденция. Фак. Нет, сгонять пока за корреспонденцией. Пипец, долго они идут вообще? Скандал в театре. Премьера столичного спектакля о любви и мире прошла со скандалом. Часть публики покинула зрительный зал, не дожидаясь окончания действия. Играть надо о народе. А нам показали глупую историю, которая не имеет отношения к людям и их жизни. Возмущался Бруно Ру Раус, руководитель отдела досуга завода номер один. Руководство театра пообещало, что спектакль снимут с показа и в следующий раз не допустят показов оскорбляющих чувств рабочих. Голос правды. О, боже. Впервые за три года в нашу дыру приехали талантливые артисты, и они были освистаны. Спектакль о любви и мире был закрыт. Добеснующиеся шахтеры не захотели смотреть историю о любви, и их нельзя винить. В жизни простого рабочего нет места для возвышенных чувств, только труд, ругань и очереди за едой. Товарищи, не дадим рабскому труду отнять у нас чувство прекрасного. Ходите в театры. Работать кто будет умники, страну надо поднимать, а не по театрам ходить. Так, давайте поговорим уже с этим, наконец-таки. Проблемы. Так, а доктор куда уехал? На работу, что ли? Спасать жизни? А мою Марту кто спасет? Блин, опять у Анны там, походу, проблемы какие-то. Ничего вам! Выгодное предложение спросить про рейс за границу. Вот. Я правильно понял, что вы скоро покидаете наш дом? Да, а, это я уже читал. Куда вы плывете? Так, выгодное предложение. Есть предложение. Времена нынче тяжелые, все крутится как могут. У меня тут есть товар, консервная рыбая. Ты тут в округе всех знаешь, найди кому их продать, а я хорошо заплачу. Договорится спросить про качество, отказаться от сделки. Спросить про качество. Что это за консервы, хорошего качества или как обычно? Качество выше, товар заграничный, оторву с руками на рынке. Но мне на рынок опасно, мне по-тихому сбыть. Нашел эти консервы в трюме, валялись без дела. А у нас на базе как? Если не прибит, то ничьё. Вот я и взял, сколько смог унести. Ну давайте договоримся, мне деньги вроде как нужны теперь уже. Причём дофига. Договорились, постараюсь пристроить ваши консервы. Отлично, вот ящик 50 банок. Одна банка оптом идёт по 60, а на рынке по 100. Значит, за ящик 3000. Ты продаешь минимум... Ты продаешь минимум за 3000, и отдаёшь мне деньги. Всё, что сверху, твоя прибыль. Оценил мою щедрость? Господи. Ладно. Окей. Ему это понравилось. О-о-о, Алозий. Я к вам. Так, добрый день. Э-э-э, спросить, что случилось. Блин, у него тоже какая-то... А-а-а. Алозий, моя дочь плохо себя чувствует. Вы не сможете осмотреть её? Конечно! Ой, господи, чё я говорю? Какие разговоры? Конечно, я её осмотрю, её... Я же доктор, это мой долг. Спросить, что случилось. Так. Клара, с которой вы меня познакомили, прекрасно! Можно она переедет ко мне? Э-э, ну почему бы и нет? Да, конечно, можно. Спасибо, я вам заплачу! О, отлично. Так. 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 А, о, это он, типа, побежал осматривать её. Окей. О! Так, Шиммер. Э-э-э... Нет, я думал про консерву спросить. Ну ладно. Придумали что-нибудь? К сожалению, самая реальная... Не, не так. К сожалению, самая реальная идея, это взять шлюпку и уплыть. Но это безумие. Только не говорите моей жене, что всё так плохо. Она пока не знает, что мы в тупике. Окей. Так, Анна, что ещё случилось? Что, Карл? Поломка телевизоров. Карл, у нас телевизор сломался. Займись ремонтом, пожалуйста, или вызови мастеров. Посмотрю, как будет время. Обязательно починю в ближайшее время. Окей. Спасибо, дорогой. Ты у меня на все руки, мастер. М-м-м. Тык, 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 тык. О! А вот и она. Клара... Жаке. Нифига себе. М-м-м. Чё так выглядит? Ха-ха-ха. Так, ну давайте посмотрим. И всё? Это просто так вот починить телевизор? Изи. Так, шпак. У меня для вас разговор. Нет. А как я буду предлагать консервы, если не... М-м-м. М-м-м. Чё-то как-то я даже не знаю. Может быть нам попробовать заселить ещё кого-нибудь? М-м-м. М-м-м. М-м-м-м. Роза? Не хочешь со мной разговаривать? Ой, ну и ладно. Эмм. Пара-пара-папапам. Пара-папапапам. О, так, надо познакомиться с... Новой жительницей. Привет, красавчик. Эээ, здравствуйте. Поговорить про объявление... Про объявление? Много вам звонили по объявлению? Человек сорок, не меньше. Вокруг красивые женщины, знаете ли, всегда вьются поклонники. На лозе самый перспективный кандидат. Всегда мечтала познакомиться с известным врачом. Как думаете, он со многими знаменитостями знаком? Мне это неизвестно, но думаю, что со многими. Прелестно, скорее бы устроить за ванный вечер с его друзьями. Эээ, окей. Окей. О, может быть этот чувак купит у меня консервы. Ммм, во, отлично. Нужны импортные консервы. Полсотни банок за четыре тысячи. Импорт... Эээ, какой бы ему такой голос дать? Импортные? А чего такие банки мятые? Хотя давай, такой товар всегда хорошо идёт. Завтра приходи, будут тебе деньги. Какой-то странный ему голос дал. Ну да ладно, неважно. Ммм, так, у неё уже что-то случилось. Твою мать. Окей. Привет, красавчик. Эээ, здравствуйте. Узнать, что ей нужно. Окей. Вам что-то нужно? Вы смотрите мне в самую душу, дорогой Карл. Мне действительно нужна ваша помощь. Достаньте мне бутылочку чего-нибудь крепкого. Сможете? Я вам заплачу. Что-то я заскучала. Фак. Ну и чего мне? Так, сохранение есть. Давай посмотрим, ты что-нибудь продаёшь? Ммм. Виски есть. Ну что-то за косарь как-то покупать. Сколько она мне за них может отдать-то? Хех. А вот, вино есть. За 630. Джинсы, лол, за 10 тысяч почти, ё-моё. Давайте и вино купим. Пробуем. О-о-о-о-о. Не, сын. Да ё-моё. Спросить про новости. Стой, Ранок. Мне нужно с тобой поговорить. Что тебе нужно? Про пажа очков. Спросить про пажа очков. Карл, я потерял свои очки, а работать в архиве без них, сам понимаешь, никак. Выручи старика, поищи в доме. То ли я оставил их где-то, то ли ещё что-то. Очки стандартные, но без рецепта мне их не продадут в оптике. Роза сходит, завтра встанет в очередь на талон к врачу. Но ждать целый месяц я не могу. Хорошо, я посмотрю в доме. Поторопись, я могу работу потерять из-за этого. Фак. Что-то у вас много всяких разных запросов, но вроде у меня были очки где-то здесь. Если я не ошибаюсь. Или они здесь, в этой тумбе. Нет, это книга. Так. Вот очки, отлично. Взять. Yes. Так. Господи. Так. Узнать результат осмотра. Что с моей дочерью? Не хочу вас пугать, но у Марты не всё хорошо. У неё сильные хрипы в лёгких, очень сильные. Ей срочно нужны антибиотики. Причём, простите меня, я ценю отечественную медицину, но вам нужно купить импортные. От местных ей станет только хуже. И всё очень серьёзно. Если тянуть с лечением, не исключён летальный исход. Цена вопроса 20 тысяч за курс. Сожалею я, но я не смогу найти дешевле. Квоты, рецепты, правила. Я очень сильно рискую, помогая вашей малышке. Фак. Узнать результат осмотра закончился. Шит. Отлично, 20 тысяч. Всего лишь. И что тебе нужно? Так. Пара очки, вот. Нашёл мои очки? Это ваши очки? Нет, у них была... Изолент... У моих была изолента на дужке. Я право-коричневая. Ээээ. Эээ. Какая-то разница, блин. Если они подойдут. Эх, к чёрту. Так. Так. Блин, ну мне что, в его доме, что ли, поискать его же очки? Это же бред. 20 тысяч на лекарство для Марты. Фак. Вышла новая директива правительства. Ну почему охранить иностранные... Упс. Не. Не-не-не-не. Ээ, беги. Да лол. Что вы делаете в моей квартире? Извините, уйти. Ох, простите. Простите, я уже ухожу. Медленно уходите. Ой, да... Иди нафиг. Фак. Как она вообще это услышала? Очки, очки, блин. Что за хрень? Жесть какая-то. Так, окей, вроде они ушли. Да лол, этот гад возвращается. Да чтоб тебя. Не смогу. Да я думаю, он типа у себя просто в доме оставил очки и забыл про это совсем. Черт побери. Так. Отдать деньги, поговорить. Эээ. У меня пока нет столько денег. Эээ. Что-то походу... Не получится у меня помочь всем и сразу. Хм. фак еще билеты эти я не знаю что делать реально не знаю давайте попробуем набрать номер тот телефонный вот обсуждайте что прошли игру what нет что что ладно давайте дадим дать кларе алкоголь кларе кларе вы просили у меня алкоголь что вы принесли мне подать вино это вино не такое хорошее как у аллозе в коллекции но она к сожалению уже закончилась сколько она мне дала 500 долларов я на это вино вам больше спустил фарк бред отлично просто шикарно черт побери как-то не круто так может быть он свои очки сюда положил ну мало ли откуда мне знать отлично синий носок красный носок так что-то опять случилось там даже что фигня то что крысы так чем я могу помочь что тебе надо она нужны деньги на оплату счетов по дому 700 долларов вы че гоните возьми спасибо карл ты такой молодец молодец да отец спросить про очки узнать что случилось патрик ты не видел очки деда со второго этажа нет извини мне надо идти вот the fuck что-то скрывает сын у тебя какие-то проблемы в университете да пап ректор издал новый указ на сбор денег нужна большая сумма я не знаю как быть где взять деньги большая это сколько тысяч сколько они там что совсем с ума посходили откуда у наших граждан такие деньги такими темпами не останется никого кто будет учиться хотя быть может именно это и является целью ладно посмотрим что можно сделать не переживай в крайнем случае пойдешь работать шахтеры тоже нужны стране очень смешно пап спасибо марта болеет патрик нам нужно больше нам нужны большие суммы денег чтобы спасти твою сестру и еще неизвестно сколько это лечение продлится вполне может статься что деньги придется собирать еще и еще я понимаю по 48 часов поговорить о делах и вас дела клар лучше не придумаешь карл я целый день дома развлекаюсь вы не представляете как приятно проснуться и выпить вина прямо в постели у алозе целая коллекция на отличные дела просто отличные просто шикарные дела так про рейс поговорить про помощь шиммеру о джон сможешь взять шиммера с собой в рейс помоги мне с быть консервы тогда и поговорим тоже мне были может быть заселить кого-то что я не знаю мне где деньги то взять так алозий они не не то хотел 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 постучаться 15000 20000 четко в натуре классно поговорить о лечении понимаю ваше состояние но это окончательная цена за лекарство просто четко я бы сказал шикарно еще очки эти блин долбанные где я вам найду эти очки жесть они общаются там пистолет шикарно блин блин я не знаю жесть какая-то чё нас по директивам чё-то мне походу придется шантажировать кого-нибудь где этот чертов продавец так пьет алкоголь но это и так понятно а вот этот продавец отлично так 4 к с он сказал то есть получается я всего лишь у меня конечно есть одна идейка но тогда я не смогу помочь шиммеру фак я не знаю есть идея например не отдавать деньги за консервы то есть забрать сеть 4000 себе при этом шантажировать этого моряка да то что он типа такой ну может быть не шантажировать или в принципе да на него настучать что он типа тут это контрабандой занимается типа того ну если вообще получит это сделать вот но при этом я тогда не смогу шиммеру помочь то есть чтобы он ну чтобы его отсюда выселить без всяких проблем но при этом у меня будут деньги больше денег чем я бы смог бы с другой стороны есть возможность точнее вариант того что шиммер когда я если ему прям реально вот так вот помогу может меня вознаградить за это сложный выбор я не знаю что выбрать ребят я не знаю ладно короче мутная тема конечно с шантажированием моряка этого да и и я короче попробую как нибудь более-менее по хорошему все сделать правда боюсь что у меня не получится конечно но ладно попробуем как договаривались я жду свои деньги 4000 консервы то я не ликвид еле сбыл сам остался без прибыли вон конверт там почти половина скажи спасибо что это отдаю ах ты сволочь я так и знал что это музыкальная пластинка боюсь теперь у меня не остается вариант вариантов я не могу отдать ему 3000 потому что я у меня нет таких денег как там ну и чё я как-то могу эти деньги или это ему же и надо продать бред какой-то типа чтобы их обналичить ему же надо продать ну ладно окей блин так 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 я даже не знаю а я реально не знаю жесть какая-то просто жесть никакой информации про него нет надо обыскать его квартиру я думаю надеюсь его нету дома вроде нет отлично так давайте посмотрим что он тут чем он тут вообще занимается ничего нет у меня конечно есть типа хотя у меня нету такой информации типа как бы то что он как бы торгует контрабандным товаром ну или это как бы не совсем законно скажем так так у этого задания опять появилась книга полотенце очки блин надо убираться отсюда жесть блин это какая-то жесть реально вышла новая директива правительства запишено хранить и употреблять рыбу ха-ха лол так добрый день спроси что случилось я на краю гибели пусть эта девушка уедет она меня разочаровала целыми днями веселиться и пьет как та стрекоза унесла друзьям мою коллекцию редких вин даже не извинилась за это танцевала и пела пока я мучился от головной боли и ведь не выказала даже капли раскаяния и чем же я могу помочь пусть исчезнет из моей жизни пожалуйста прогоните ее у меня нет сил а ведь я хотел поехать с ней в круиз даже билеты купил о-о-о а вот за билеты я бы согласился хорошо я выселю ее и главное она рядом стояла и все это слышала ладно ребят короче предлагаю на этом закончить поскольку вот как раз было сохранение сейчас здесь очень странная система сохранения там авто сейвы всякие такие мы уже довольно долго играем к сожалению ролики будут по этой игре наверное долгими потому что мало что происходит и поэтому потребуется много времени но при этом что-то конкретно вырезать я не могу потому что вроде бы как каждый момент времени что-то происходит эээ да поэтому эээ будут немножечко такие вот долгие ролики но короче ребят на этом закончим пока что это была игра Beholder или как это наблюдатель смотритель можно перевести да с вами был как обычно я frost fire как всегда попрошу вас господи опять какие-то квесты там опять попрошу вас конечно же делиться этим видео каналом моим обязательно пишите в комментариях что думаете вообще по всему этому поводу да и не надо писать но frost выпускаем больше роликов пожалуйста я стараюсь сейчас я буду это делать да будьте уверены ну и как обычно друзья желаю вам удачи и до новых встреч в следующих роликах пока 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 опять пока м